Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Откровения Иоанна Богослова Читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет Семь печати сняты с книги судеб и семь печати, каждая из них приносит все больше и больше бедствий А седьмая печать принесла семь ангелов которые протрубили И та же самая история, чем дальше, тем хуже бедствия, которые с каждым трубным звуком обрушиваются на землю Вот почему, собственно, апокалипсис название этой книги на греческом языке стало обозначать что-то очень страшное какое-то разрушение мира, в котором мы живем Девятая глава, продолжение этого процесса причем в ней какие-то совсем странные подробности У нас там в восьмой главе первые четыре ангела Ну и так в общих словах, там, град и огонь Звезда пала с неба, там что-то еще произошло страшное Но так довольно бегло это все описано А тут очень подробно, в девятой Затрубил пятый ангел Я увидел звезду, упавшую с неба на землю Опять Звезде был дан ключ от колодца бездны Это уже вообще непонятно Что-то вот такое скрытое там в глубине И оттуда вырывается нечто Когда звезда открыла колодец бездны Оттуда поднялся дым, как из огромной печи От дыма из колодца потемнели даже солнце и небо Из дыма вышла на землю саранча Которая дана была власть, какую имеют на земле скорпионы Саранча, ну понятно, она сжирает все зеленое Скорпионы жалят То есть какая-то вот сущность Причем такая множественная Похожая на насекомых Но насекомые довольно неприятные существа для нас с вами Ей было запрещено причинять вред земной траве Любым зеленым растениям, любому дереву Которое обычно саранча сжирает Но она могла вредить тем людям У которых на лбу не было печати Бога О том, что люди получают печать Бога Если верят в него, у нас уже было Саранчи не было разрешено убивать Саранча только мучить пять месяцев И люди мучились от боли, которая была как от укусов скорпиона В те дни люди будут искать смерть и не смогут ее найти Они хотят умереть, но сама смерть убежит от них Вот мучения, которые терпят люди Которые при этом не конечны Но просто очень для них неприятны Саранча была похожа на боевых коней, готовых к сражению На ее головах было нечто вроде корон, как будто из золота А ее лица были похожи на человеческие Ничего себе саранча Она похожа на коней С человеческими лицами и коронами По-моему, это не саранча Саранча — это насекомое То есть вновь и вновь эта книга Описывает нечто с нашей точки зрения абсурдное Мне кажется, она самим языком показывает Что невозможно ждать здесь портретного сходства Ее волосы напоминали женские А зубы были похожи на клыки льва На саранче была твердая, как железо, броня И шум ее крыльев напоминал шум коней Боевых колесниц, мчащихся на сражения У нее были хвосты, как у скорпионов И жалы, и в этих хвостах заключалась ее власть Вредить людям пять месяцев А здесь уже похоже на каких-то киборгов На какие-то боевые машины из фантастических фильмов про будущее То есть мы даже не понимаем, что это Но мы понимаем, что это некая грозная сила Которая вдруг обрушивается на мир И в то же время она вредит гораздо меньше, чем мы этого ожидаем То есть, в принципе, можно приспособиться Можно потерпеть Царем над ней был ангел бездны Вызвали по-еврейски Авадон Ну, собственно, губитель по-еврейски А по-гречески Аполион Что означает губитель? Ну, это и переведено Прошло первое бедствие, но еще предстояли два других Уже прямо жутко ждать Затрубил шестой ангел Я услышал голос, раздававшийся от четырех рогов Золотого жертвенника, находящегося перед Богом Вот, казалось бы, что-то другое Уже не бедствие, а голос со стороны Бога А ведь это такое напоминание Что вот все это обрушивается, обрушивается, обрушивается Но есть замысел Божий Есть некий смысл в этих событиях А не просто такой безумный фестиваль Вот каких-то сумасшедших монстров Этот голос сказал шестому ангелу, держащему трубу Освободи четырех ангелов, которые связаны В великой реке Ефрат Только мы надеемся, что вот-вот-вот последняя Шестой ангел, а за ним еще четыре И четыре ангела, которые были приготовлены для этого часа Дня, месяца и года были освобождены Чтобы погубить третью часть человечества Конное войско насчитывало 200 миллионов всадников Я слышал их число То есть эти ангелы, они одновременно являются Некоторым конным войском Или предводителем этого войска Я видел в моем видении этих коней всадников На них огненно-красная, темно-синяя и желтая, как серо-броня Голова коней похожа на голову львов Из их пасти выходит огонь, дым и серо Этими тремя губительными силами Огнем, дымом и серой Ну серо, очевидно, какие-то ядовитые испарения Выходившими из их пасти Была погублена третья часть людей Вот все время третья часть То есть очень большие потери Но не все, далеко не все Сила коней заключается в их пастях И в их хвостах В остыне похожие на змеи У них есть головы, которыми они жалят Тоже вот кони, у которых змеиные хвосты Вот что-то совершенно фантасмагорическое Только мы пытаемся себе представить Как повествователь нам говорит Да нет, нет, все совершенно по-другому выглядит Даже близко не похоже на то, что вы привыкли Это кони, но у них, знаете, вместо хвостов Змеи Их змеями, они этими жалят Какие же это кони тогда Те, кто не был погублен этими бедствиями Так и не раскаялись в своих делах Они по-прежнему поклонялись Демонам и идолам из золота, серебра, бронзы, камня и дерева Идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить Они не раскаялись ни в убийствах своих Ни в колдовстве, ни в разрате, ни в уравстве А вот теперь мы понимаем, что На самом деле Эти бедствия, они призваны Что-то изменить среди людей Мы думаем, зачем, зачем, господи Ну, хватит уже мучить Без конца одно и то же Вот нас привлекают Фильмы «Катастроф» В сегодняшнем мире очень популярный жанр Но мы бы точно не хотели жить Внутри такого фильма, правда? Вот зачем это нужно? И простой ответ, чтобы раскаялись Чтобы люди обратились к Богу Слушайте, нету более простого способа разе Нельзя как-то их привлечь по-хорошему Что надо обязательно вот мучить и избивать Может быть, есть какой-то тут ответ Замысел какой-то Может, это все не просто садизм такой Со стороны высших сил Мне кажется, 10 глава Попробует дать такой очень Иносказательный ответ на этот вопрос Субтитры создавал DimaTorzok